В данном уроке я расскажу вам об основных настройках Cycles Render. Итак, после того, как вы закончили моделирование, текстурирование и настройку освещения вашей сцены, вам необходимо выполнить рендеринг. Вы переходите на данную вкладку. Здесь вот присутствует кнопка Render, нажав которую у вас производится рендеринг вашей сцены. Также вы можете это сделать, нажав горячую клавишу F12. И перед тем, как выполнить рендер, необходимо убедиться в правильности настроек в следующих настроек. Если у вас присутствует видеокарта от NVIDIA 400 серии либо выше, обязательно установите здесь ее в качестве вычислительного устройства. Рендеринг на видеокарте у вас будет происходить значительно быстрее, чем на процессоре. Далее вам необходимо здесь в меню Dimensions указать разрешение вашего изображения. Сейчас если перейти на вид из камеры, вот мы видим рамочку. И здесь у нас установлено по оси X и Y 1920 на 1080. Но если вы выполните рендеринг, то ваше изображение будет не в Full HD формате, а всего-навсего половина. То есть 960 на 540. Здесь видите, есть такой ползуночек. Здесь установлено 50%. Работает он как? Здесь вы указываете разрешение. А здесь вы, если вы выставите параметр 100%, то у вас такое же разрешение и получится. Если вы уменьшаете его до 50%, то оно делит данные значения напополам. И как я уже говорил, картинка получается 960 на 540. Чтобы с этим не заморачиваться, можете сразу выставить здесь 100% и здесь уже указывать конкретно нужное вам разрешение изображения. Дальше идет меню Output. Здесь вы можете указать папку для сохранения ваших рендеров, но это больше подходит для анимации. А когда вы производите рендеринг изображения, то для него вам необходимо указать формат. У меня сейчас вы видите установлен PNG и глубина цвета 8 бит. Также здесь сжатие 15%. Ну, в общем, данные настройки трогать также не обязательно. PNG формат ничего не теряет в качестве по сравнению с форматом JPEG, но зато он весит значительно больше. Ну и глубину цвета также выставлять в 16 нет никакого смысла, потому как очень мало людей, у которых в принципе присутствуют мониторы, способные отображать такую глубину цвета. И вот здесь стоит формат PNG, вы выполняете рендеринг, у вас он уже происходит в окне UV Image Editor. И здесь по завершению рендеринга, как видите, пока мы выполняем рендеринг, здесь идет шкала такая, заполняется процесс выполнения. И когда она полностью завершена, значит все, рендеринг завершен, вы можете перейти в меню Image и выбрать пункт Save as Image, либо же нажать горячую клавишу F3. Нажав F3, у вас появляется окно, предлагающее, куда сохранить и как назвать ваш файл. Вы здесь можете указать любое имя для вашего файла и нажать кнопку Save as Image. Все, если вы перейдете в данную папку, у вас там будет лежать вот такое изображение. То есть здесь в меню Output указываем формат, в котором сохранять наши картинки. Далее, самое важное меню для новичков, использующих Cycles Render. Если вы рендерите сцену с использованием Cycles Render, вам обязательно необходимо увеличить количество сэмплов. Здесь в меню Sampling есть вот два меню, Render и Preview. По умолчанию здесь установлено 10. Для демонстрации давайте я сейчас быстро добавлю в сцену плоскость. Мир сделаем темным. А для куба установим Shader Emission. Ну и мой любимый зеленый цвет. Вот я выполнил рендеринг. Выполнил его с помощью видеокарты. То есть произошел он, как видите, быстро. И как вы видите, много-много шума вокруг куба. То есть куб у нас светится, свет падает на плоскость и здесь все в точках. Вот новички вот так всегда выполняют рендер и жалуются на качество картинки. Если здесь количество сэмплов увеличить с 10 хотя бы до 50, я снова делаю рендер. Давайте даже я сейчас для сравнения... Здесь удобная опция, я как раз ее покажу. Сейчас видите здесь в окне UV Image Editor выбран слот 1. Я выполняю здесь рендеринг. Количество сэмплов равно 10. Мы видим, какая картинка. Я сейчас нажимаю J на клавиатуре. Появляется слот 2. Я выставляю здесь сэмплы 50. Снова нажимаю F12. Рендеринг производится уже довольно дольше, так как количество сэмплов увеличилось в 5 раз. Но как вы можете видеть, картинка стала качественней. И теперь я нажимаю J. И я переключаюсь между слотом 1 и слотом 2 циклически. То есть видите, вот так выглядело изображение с количеством сэмплов 10. Так оно выглядит при 50. Бывают некоторые сцены, где данное количество приходится устанавливать вовсе равным 2000. Но это крайне редкие случаи. В основном 500, ну максимум 1000 сэмплов хватает для чистой финальной картинки. Вот это значение Preview, оно аналогично данному, только сейчас оно работает при нажатии F12. А если мы в сцене просто здесь переключимся на отображение Rendered, то сейчас видите, шума много, потому что здесь значение 10. Я устанавливаю 50. И здесь оно сразу рендерит до 50, и шума становится меньше. Таким образом, регулируя данных два параметра, вы регулируете качество ваших рендеров как в окне 3D-вида, так и на финальном рендеринге. И последнее, что можно сказать по поводу настроек. Здесь есть меню Performance. Сейчас у меня выбрана видеокарта. И здесь в меню Performance вот есть такое меню Tiles. Здесь есть два значения X и Y. Это размер вот этих квадратиков. Когда мы нажимаем F12, видите, появляются такие квадратики и быстро исчезают. Это потому, что они быстро рендерятся на видеокарте. Если же вы будете рендерить сложную сцену и на процессоре, у вас эти квадратики будут висеть часами. Так вот, при использовании видеокарты данные значения X и Y рекомендуется устанавливать примерно в 256 на 256. А если у вас вообще видеокарта с 6-ю 12 гигабайтами памяти, то можете и все 512 здесь выставить. А если вы используете в качестве вычислительного устройства процессор, то здесь рекомендуемые значения те, что по умолчанию 64 на 64. Ну, можете еще понизить их до 32 на 32, либо попробовать поднять до 128 на 128. Но, как показывают многочисленные тесты, мы на форуме проводили эксперименты на разном оборудовании. То, как правило, процессоры максимально быстро рендерят при 64 на 64, а видеокарты в районе 256 на 256. Также здесь видите меню потоки. Здесь стоит пункт автодетект. То есть, если вы используете для рендеринга процессор, вы можете выставить параметр автодетект, как он стоит по умолчанию. И Blender сам определит, сколько потоков у вашего процессора и будет их по максимуму задействовать. Но, если вам необходимо во время рендеринга заниматься какими-то другими, не сильно ресурсоемкими делами, например, даже серфинг по тому же интернету, то вы можете выбрать... Давайте я вот выберу процессор. Вы можете выбрать пункт Fixed, указать, использовать для рендеринга лишь два ядра моего процессора. И таким образом рендеринг будет происходить значительно дольше. Вот, видите, только два ядра сейчас рендерит вместо четырех. Но зато у меня компьютер не затормозился, процессор не загружен на все 100%, я спокойно могу открыть браузер, и у меня не будут зависать элементарные HTML-страницы. Вот, пожалуй, и все самые основные настройки Cycles Render. То есть, выбираете тип устройства, разрешение вашей будущей картинки, ее формат, указываете количество сэмплов, приемлемое для качества вашего рендеринга. Это обязательно, это самый часто задаваемый вопрос по Blender. Почему в сцене шум? И все. И нажимаете данную кнопку Render, либо F12. И по завершению с помощью клавиши F3 сохраняете ваше изображение.